МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протяжении маршрута распространяли символику Российской Федерации. Это ленты и флажки. Участники молодежного велопробега посетили Десногорск. Сводка криминальной обстановки в городе. Очень нравится. Ребята сюда приезжают с большим интересом. Организация на высшем уровне. Открытый кубок полимера по пляжному волейболу. 1 сентября на территории Смоленской области откроют свои двери 756 образовательных учреждений, в том числе 376 школ. К новым знаниям устремятся более 163 тысяч учащихся. Чтобы не случилось неприятности, с 9 часов утра 31 августа полиция Смоленска и области переходит на усиленный вариант несения службы. Будут усилены следственно-оперативные группы, выставлены дополнительные патрули на улицах и в иных общественных местах, а также наряды, задействованные в системе единой дислокации. Для обеспечения безопасности и граждан общественного порядка в этот день непосредственно территория образовательных учреждений поменится задействовать 1462 человека, из них 771 сотрудников оборудования дел. Организованы взаимодействия с управлением Росболом и Пасмоленской области по созданию необходимого резерва, резерва перед проведением праздничных мероприятий и числа 20 сотрудников оборудования. Все патрули на поставленные наряды в этот день приближаются к учреждениям образования и местам проведения массовых мероприятий. Чтобы максимально обезопасить детей от террористической угрозы в ночь с 31 августа на 1 сентября сотрудники полиции обследуют все образовательные учреждения и места проведения массовых мероприятий на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств и возьмут здание под охрану до окончания мероприятий. Усиленный вариант несения службы полиции продлится до 9.00 2 сентября. С 1 сентября астрономия снова появится в общеобразовательной линейке предметов для старшеклассников. Об этом сообщил на областном августовском совещании педагогических работников заместитель начальника департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Минобразования и науки России Сергей Картошкин. Приказ федерального Минобразования о преподавании этого предмета в образовательных учреждениях вышел в июне этого года. 28-й слет творческой молодежи «Сокол-2017» собрал самых талантливых ребят со всей области. Перспективных молодых смолян кадровый резерв региона навестил губернатор Алексей Островский. Встреча губернатора со старшеклассниками продолжалась более часа. За это время Алексей Островский ответил на десятки вопросов. «Сокол-2017» продлится всего две недели, но за это время граждане маленького государства станут большой и дружной семьей и смогут научиться многому на организованных для них мастер-классах и семинарах. 24 августа из Смоленска в Калугу стартовал молодежный велопробег, посвященный Дню государственного флага России. На четвертый день маршрута велосипедисты прибыли в Десногорск. Подробности далее. За эти дни молодые люди посетили около десятка городов Смоленска и Калужской области. Среди них активисты, молодые парламентарии, преподаватели, студенты – все, кто имеет активную жизненную позицию. В велопробеге приняли участие и трое белорусов. «Сейчас мы с россияниями, которые участвуют тоже с нами в велопробеге, они достаточно дружелюбны и приятно общаться». В Десногорске велосипедисты посетили музей поискового движения, где директор Наталья Демьянова лично провела для них экскурсию по всем залам и рассказала о зарождении поискового движения в нашем городе, а также о боевых действиях во время Великой Отечественной войны на территории Росфальского района. Маршрут велопробега пролегал через Кордымова, Драгобуш, Угру, Юхнов и Спасдеменск. На протяжении всего пути активисты посещали памятники, музеи, храмы, а также распространяли символику Российской Федерации и участвовали в совместных мероприятиях. Руководитель Международного молодежного велопробега от имени всех участников оставил в Книге памяти благодарственную запись. У нас проходили митинги в местах захоронения воинов в павших годах Великой Отечественной войны. И помимо митингов, у вековечения памяти, помимо этого мы еще прибирались на этих захоронениях. Также мы экологический субботник на реке Угра провели. Потом с воспитанниками детской школы-интерната в Кардымово мы проводили встречу спортивную по игре в волейбол. Вот играли в Юхнове тоже с молодежью в волейбол поиграли. Вот. Кардымовским детишкам там немножко спортинвентаря даже мы подарили в качестве такой небольшой помощи и памяти о нашем велопробеге. Затем гости отправились на прогулку по Десногорску. Свой визит они закончили на Кургане Славы, где состоялся краткий митинг и возложение венков. Очень приятно, что несмотря на все сложности, которые сегодня происходят, есть люди, которые верят в Россию, верят в флаг и верят в ее будущее. Спасибо вам большое за это. В следующем году десногорцы обязательно примут участие в этом велопробеге. 30 и 31 августа Смоленскую область с первосветительским визитом посетит святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл. 30 августа в городе Ярцеве предстоятель Русской Православной Церкви осветит новый храм в честь святого великомученика и победоносца Георгия. На следующий день в 10 часов утра патриарх проведет божественную литургию в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. Также в рамках торжественных мероприятий предстоятель Русской Православной Церкви примет участие в открытии на соборном холме памятника великому князю Владимиру Мономаху, эскиз которого патриарх утвердил лично. В Десногорском водохранилище утонул житель Брянской области. Трагедия произошла в субботу 26 августа. Тело излечено из воды и передано сотрудникам полиции. О полной криминальной обстановке за минувшую неделю в городе нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 128 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 105 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 87. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. С начала августа на 12 участках трассы М1 Беларусь в Смоленской области установлены камеры, вычисляющие среднюю скорость автотранспортных средств и фиксирующие нарушения скоростного режима. С их помощью за день выявляется около тысячи превышений скорости. Системой фиксации «Бумеранг» установлены на 12 отрезках дороги М1. На данный момент Смоленщина является единственным регионом, где фиксируется весь поток транспортных средств. С начала 2017-го в Смоленской области камерами зафиксировано почти 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. С 3 по 7 сентября в областном центре пройдет юбилейный 10-й «Золотой феникс». За эти пять дней смоляне увидят фильмы события отечественного кинематографа. Нелюбовь режиссера Андрея Звягинцева, Большой Валерия Тодоровского и рай Андрея Кончаловского. Как рассказали на пресс-конференции в этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 12 игровых и 10 короткометражных ремейник и смена, а также Лопатинский сад. И в завершении выпуска новости спорта. Турнир по пляжному волейболу среди спортсменов-энтузиастов Центрального федерального округа проходит в нашем городе не первый раз. И с каждым годом участников из других регионов становится больше. Мы расскажем вам, какие команды принимали участие в турнире в этот раз. На волейбольной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса Десна 26 августа в турнире приняли участие 4 женские команды и 9 мужских. Три из них из Десногорска. Спортсмены приехали из Брянска, Орла, Тулы и Рязани. Судейский состав высоко оценил организацию соревнований. Ребята сюда приезжают с большим интересом. Организация на высшем уровне. Всех всегда с улыбкой принимают. На соревнования приехали признанные чемпионы Центрального федерального округа из Рязани. Они приветствуют традицию проведения завершающего турнира на Десногорских волейбольных площадках. Сезон у нас завершается. Сегодня в календаре спортивных соревнований Центрального федерального округа это последний турнир. Он завершающий. И во-первых он завершающий, во-вторых он традиционный. Ну и самое главное он проводится очень радушными хозяевами. Это не знаю для кого-то может секрет кто сюда не ездит для меня. Здесь все здорово. Как вот мы начали первый раз сюда приезжать и по приглашению главного судей соревнований Макарова так и сейчас мы эту традицию стараемся не нарушать. Первые места заняли мужская и женская команды из Рязани. Второе и третье у женских команд из Смоленска и у мужчин из Тулы. Десногорские мужчины заняли четвертое место. Призовой фонд рассчитан на первые четыре пары. Это все о чем мы хотели рассказать вам другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова